Всем привет, с вами Маша и Юлия, и сегодня мы будем пробовать жидкости-мародер. И сегодня, как раньше, мы будем пробовать их вместе. Ну а в конце выполнять неприятное наказание. Ну и, конечно, досматривайте видео до конца, потому что мы разыграем, опять же, 4 линейки данных жидкостей. Вот такие 4 жидкости к нам приехали. И, как вы видите, по дизайну плюс-минус одинаково. Отличается только название и цвет этикетки. Флакончик оригинальный Ачаби Горилла, в черном пластике, объемом 100 мл. Носик стандартный для Гориллы, текучий, и из коробки он сразу установлен. Поэтому, если вы захотите добавить негабустер, то придется его... Того. По информации на этикетке можно найти Название самой линейки, название вкуса, объем бутылочки, состав жидкости, дату производства, указание, что 70% глицерина и указание крепости. На запах как будто бы яблоко есть. То ли яблоко, то ли лимон, вот такой леденец. На все еще чувствую тоже какой-то леденец, но вот какая-то грушовость есть как будто бы. Ну, я чувствую, что-то скорее яблочное такое, именно как вот леденец яблочный. Его я, скорее всего, и в конце назову. То ли яблоко, то ли груша. Ну, с кислинкой при этом, приятный достаточно. Ну, жидкость вкусная. Очень. Я не буду тянуть, я думаю, что там яблоко, груша, леденец. Ну, я полностью солидарна с мнением Маши, но я, наверное, зову яблоко, грушу, леденец и кислинку, что-то. Я думаю, понятно, что. Ну, это ягоды. Ну, столько ягод. Я подумала, что я не могу так сходу сказать. Ну, я очень люблю ягоды, все, кроме одной. И это как раз-таки она, так что я... Лишнее? Не. Ты не видишь? Прекрасно знаю, что это. Я понять не могу, что это за ягода. Знаю, что это, но сказать не могу. Ну, кстати, в этой жидкости очень неплохо. Что это? Это не брусника. Это какая-то кислая ягода. Кюля, скажи, что это за ягода. Честность нашусь? Мне кажется, что это черная смородина. Ну, она с чем-то. Кажется, что это черная смородина вареньевая. Может, это черная смородина с виноградиной, со сладкой? Или с чем-то другим? Потому что есть какая-то сладкая... Есть что-то, да. Необычная и непонятная. То есть вот черная смородина, да. Черная смородина, я теперь поняла, что она тут точно есть, и она и на запахе, и на вкусе. Но что-то вот специфичное Короче, я пробовала когда-то жидкость Черная смородина и аниса Мне она кажется очень на нее похожей Ну вот, я парила сегодня весь день анис, но я... Мне кажется, что он там все-таки есть Может, он у меня в дрипке, и поэтому я его не чувствую Но анис я называть не буду, может быть мята Но пусть будет черная смородина с каким-то... Ну, черная смородина с холодком или мятой Но я назову черную смородину анис и, может быть, черное... Ну, варенье из черной смородины Может быть, какие-то чайные... Ну, какие-то чайные будут Да, я назову виноградлинию По-моему, по запаху тут все сразу понятно, да? Есть вишня Вишня или черешня? Вишня, прям такая вишневая вишня Сладкая вишня Пробуем? Да, с какой-то конфеткой тоже, как будто бы Ну, вишневая конфета Ну, вот что-то такое Ну, очень вкусно, мне прям очень нравится Очень вкусно Прям вот очень клевый вишневый сок, как будто С какими-то, да Еще сладость остается в арху и крем Вкусно? У меня просто вкусненько, да Больше я, по-моему, ничего не чувствую, кроме вишневой конфетки И вишневого сока Ну, я как бы чувствую что-то еще, но это старая жесткость Скорее всего, да Так что я, наверное, назову Хотя, может, и черешню Черешню, вишню и конфетку Ну, я назову вишню или вишневый леденец Ну, я вот сперва на запах решила ее Понюхать Почти ничего не ощущаю, в отличие от предыдущих Фу, я знаю, что это Подожди Это какой-то пирог или молочка Это черничный пончик с кремом Однозначно выпечка Но я не понимаю, черника она или нет Чернику, как вы знаете, я не люблю Стараюсь ее не парить, но Я просто пробовала жидкость с почти точно таким же вкусом Мне она очень сильно не понравилась Если здесь и есть черника, то, скорее всего, земля из-под черники И вот эти вот листья черники перемолотые А они на вкус были бы лучше Это мне меньше всего нравится Она самая слабая из всех жидкостей Мне кажется, там еще какой-то лимончик есть Ну, я назову, что это Выпечка, черничка, лимончик Черничный пончик с кремом Ну что, Маш, давай узнаем, кто выиграл, кто проиграл Первая жидкость Эппл Штурм Яблоко Груша Ну, тут у нас ничья Вторая жидкость Циклон Берри Черная смородина Анис Ты сказала черная смородина Холодок Виноград Я сказала черная смородина Варенье Анис И чай Ну, тут ты ближе Потому что угадала Анис Третья жидкость Черри Бастард Карамель Вишня Тут мы обе угадали Ты сказала черешню Черешню Вишню И конфетку Я сказала вишня Вишневый леденец Четвертая жидкость Это Кросс Донат Пончик клубника Хм Ты сказала выпечка черника и лимон Я сказала черничный пончик крем Очень странно Потому что я там чувствовала конкретно вот ту самую чернику Ну, тут уже такое спорное Но ты угадала прям пончик А я просто выпечку Так что, наверное Давай, наказание Ну что ж, сегодня у нас наказание будет немножечко поострее А именно ложечка васаби Водичку я тебе подготовила Если почерпливать Блин Спасибо О, блин Оно пахнет-то уже Голаза выжигающе Не водичку сразу Я прям такую ложку обычно на ролл швел против Я ролл им с минимумом васаби Нет, она очень нужна Да, Люся, у вас слезы текут Ну это похоже, чем низкос Я тебя прям уверяю Это хотя бы для людей предназначено Ну что, поклемалась? Поклемалась Теперь давай обсудим вкусы Вкусы все просто потрясающие Ну мне последний Да, мне тоже последний не очень понравился Но Может быть уже вата уже такая Под выдохшись Ну пахнут они все Под выдохшись Вздохшая вата выкидает Пахнут Пахнут из бутылочки просто шикарно Вообще потрясающе А дай по нему хоть последний вкус Кстати, пахнет она все равно Очень четко Из бутылочки, кстати, да Из бутылочки я бы даже, наверное, ее попарила Но на вкус она мне не нравится Ну может быть, действительно дело убрать Для любителей выпечки Для любителей молочки Для любителей клубнички Коими мы являемся, Лен А вот остальные все просто потрясающие Давай быстренько по местам распределим Давай У меня это вот так То есть на первом месте Ага, черная смородина и анис Эта жидкость мне напоминает одну Которую я очень люблю Поэтому очень мне нравится Потом яблочко Очень вкусно Ну, вкусно, очевидно Потом идет вишня Мне очень понравилось то, что она Прямо вот как леденец Я очень люблю вишневую леденец Ну и последнее место Но, может быть, просто недооценила его Потому что как-то он на вате моей не так раскрылся Ну, на моей тоже не раскрылся Поэтому, возможно, он просто не очень вкусный У меня, наверное, на первом месте Неченика На первом месте яблоко Хоть я яблоки тоже особо не люблю Но это прям вот очень вкусно На втором месте как раз таки черри На третьем месте вот это вот смородиновое варенье Которую анис, которое я не почувствовала Ну и на последнем месте, опять же, кроссдена Ну что ж, вкусы мы обсудили Теперь давай обсудим цену 590 рублей за 100 миллилитров Ну, кстати, они все нулевки Поэтому придется докупить бускер Который, в принципе, стоит около 100 рублей Ну, допустим, 690 рублей Я бы купила На самом деле за 100 миллилитров Это очень вкусная жидкость И за 690 рублей я бы вот с радостью взяла Вот эту вот как раз бы прям взяла Бери И эту Бери У нас продаются Вкусная жидкость, она стоит определенно своих денег Ну что ж, а теперь давайте послушаем Как же выиграть одну из линейок этих жидкостей Во-первых, две линейки данной жидкости Мы разыграем на нашем YouTube-канале Для этого надо быть подписанным на канал Поставить лайк под этим видео И в комментариях оставить свой ID ВКонтакте Ну, а еще две линейки мы разыграем В нашей официальной группе Папироская РФ ВКонтакте В общем, все подробные условия В описании к этому ролику Ну, а на этом мы с вами прощаемся Не забывайте ставить лайки Подписываться Писать комментарии Нажимать на колокольчик С вами была Маша и Юля До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok